Дорогие друзья, уважаемые зрители канала Любимого ТВ, я вас рада приветствовать. И зовут меня Татьяна Любимова, я природная ведущая. Давайте сегодня на Оракулах Ленорман посмотрим, что мужчина о вас думает, как далеко он от вас находится. Может быть, не территориально, а так ментально. Если ментально всё в порядке, может быть, территориально далеко, это тоже является какой-то проблемой, да? Он уже физического более уровня, тактильного. Смотрите, что мы сейчас будем делать. Вы сейчас устроитесь поудобнее, подумайте о вашем визави и сразу поставьте лайк данному видео. Пусть ваши лайки послужат продвижению моего канала, соответственно, лучшей мотивацией для наших новых встреч и, соответственно, исполнению ваших желаний, да? Чтобы всё у вас было хорошо с этим мужчиной или просто для вас. и приступаем. Расположились, да, удобно? Давайте посмотрим сигнификацию мужчины. Так, мы его искать не будем. Я сейчас достану несколько Оракулов просто-напросто и посмотрим, что сейчас, в каких он энергиях находится. Ну, во-первых, мужчина мудрый, очень привлекательный, хитренький, изворотливый. Это может быть иностранец, может быть, мужчина, любящий путешествовать, любит дорогу, любит действия, познаёт мир, узнаёт мир, но и немножко любит сплетни. Понимаете, что вот здесь или же мудрые разговоры, ну, то есть он может как интеллектуально быть подкован, так же он может и доверять неким слухам, которым доверять по факту бы вот нежелательно, но какой-то вот такой у него интересный характерец, да? Хочешь жить, уме вертеться, это тоже к нему относятся. А давайте мы сейчас ещё вас посмотрим, как вы по отношению к этому мужчине или сами по себе в каких вы энергиях. Давайте смотреть. Ну, во-первых, вы очень благодарная женщина, благородных кровей, можно сказать. Даже если, как говорится, родственники Ацахи, ничего страшного, в вас течёт какая-то голубая кровь. Вот действительно, может быть, это характер, может быть, приобретённый, может, в каких-то воплощениях. Вы можете быть старше, вы домовитое, хозяйственное. Дом, домашнее гнездо, всё это вам присуще. Ещё вы за своих просто всех поставите на место. Вы сильная, храбрая, смелая. То есть вообще на вас можно в любом случае положиться, во всех случаях точнее. А ещё вы и дом, семья, и также работа и окружение. Вы, знаете, вы всё успеваете. И вы везунчик. У вас домистическое истечение обстоятельств. Может быть, в вашей жизни очень часто присутствовать, да, иметь место быть. И, знаете, вот на дне колода вы сами вышли. Вы вышли сами. Мужчина как бы не проявляется очень сильно, да. А вы открыто очень, вы заинтересованы и в этом человеке, и в отношениях, может быть, да, более заинтересованы. Но давайте теперь посмотрим, что там сейчас. Что там сейчас у этого мужчины к вам? Его чувства сразу. Вы знаете, если это как бы и друг, и не друг, и не как, да. Вот то, что он иностранец, то, что он путешественник, это да. Дорогие, вот здесь интересный вопрос. А тот ли этот мужчина вообще, правду ли он говорит, и настоящий ли он друг, и ключевой для вас человек знаковый, значит, мы. Потому что здесь выходит дружба в негативе. И, возможно, то, что он вам предлагает, это не совсем может иметь места. Очень часто так в интернете мошенники появляются, да. Люди, которые, ну, брачные эфиристы, которые склонны обманывать. Говорят одно, по факту там вообще другие. Люди сидят, высылают. В общем, вы понимаете, да, что здесь есть некий вопрос. Но мы не говорим, не у всех проиграется настолько жестко, да. Но что-то под знаком вопрос. Обратите внимание. Может быть, вы сейчас сами поймете, да, вашу ситуацию. Может быть, у вас само что-то коробило. в чувствах большие, какие-то большие маневры по поводу вас. Вот здесь вести должны быть. Может быть, будет встреча. Реальный человек. Возможно. Возможно, это никакое не фейк, да, а реальный человек. Ну, хорошо, вот здесь есть какой-то прокол, проблема. Но человек явный, вы с ним знакомы. Смотрите, он к вам очень энергично прорывается. В принципе, не против встретиться, да. Но еще и вот эти слухи сплетни, о которых мы говорили, он как вестник. Он сам готов что-то вам рассказать. Какие-то он в курсе событий, в курсе дел. Может быть, очень сексуальный, кстати, мужчина. Ну, вот все-таки больше негативчик такой, чем позитивчик, да. И еще вы должны будете узнать какую-то информацию. Вот, девочки, вы сами опять рядом с собой. Вот вы здесь сами, сами для себя. Почему-то вы здесь сами для себя. Мужчина вообще скрывается, он очень странно. И вы еще много информации не знаете, какой-то достоверно. Здесь мы видим, что что-то... Вы можете узнать потаенную информацию об этом человеке, а он как-то заметает следы. Знаете, не раскрывается этот мужчина к вам. А истинное его к вам отношение какое. Ну, посмотрите. Во-первых, здесь мужчина должен быть старше, не моложе. А хотя бы вы здесь показаны, что можете быть старше. Тут очень интересно. Вы знаете, но это... Можно сказать, что это мудрый человек. Но у него что-то в нем есть увядающее. Вот какого-то прогресса нет. Мы раскроем получше сейчас. Ну да, нет прогресса. Посмотрите. Здесь какой-то застой. Здесь ожидание чего-то. Даже здесь может быть подвох. Но подвох будет явный, не тайный. Вы узнаете через какую-то информацию о нем еще. Узнаете, нет, девочки? И тайный, и явный. Тут две мыши и крысы вышли. То есть что-то явное узнаете. Не так будет бить больно по самолюбию, вообще по вашим нервам, по нервной системе. Обидно будет, потому что здесь еще есть явный подвох, более жесткий. Кто же у вас там такой? Может быть, вы недавно знакомы, или он вам мурыжет голову. Вот смотрите, с вашей стороны вам показано тоже как-то... Вам тут гармония нужна, спокойствие. Гармония нужна, нужно спокойствие. Посмотрите. Во-первых, да, вы можете быть в отдалении. Вы очень плохо на самом деле знаете этого человека. Вы не знаете его истинных намерений. Во-первых, да. Вы можете догадываться, что-то он явно проявляет. Но если он уходит куда-то, там не появляется, потом опять откуда ни возьмись проявился, очень даже может быть, что это специальное заманивание вас, это специальная такая техника психологическая, заманивание вас в свои сети. Вот, смотрите, у вас даже одинаково. У вас может быть... Здесь стагнация вообще идет. Вот, скорее всего, даже сейчас, на данный момент, не понимаете, что происходит и что с этим делать. Как вообще могли, как бы, с одной стороны, вот в такое попасть, да, в такое общение? Мне, скорее всего, кажется, здесь по интернету вы общаетесь, и вы здесь больше друг, да, вы искренне, может быть, из дружбы, из переписки складываясь в соцсетях где-то, да, в кого-то формат какой-то, вот, ну, а на расстоянии все-таки здесь больше. Дорогие, если вам не подходит, посмотрите другое видео, ну, или ради интереса можете смотреть от начала до конца, да, чтобы понять, что происходит у вас, потому что, может быть, какие-то знаки вы из этой информации получите для себя, какую-то информацию вам полезную. Давайте так, стоит ли опасаться этого человека? Ну, как бы, ну, вот, смотрите, здесь коса, но она в позитиве, выметать все ненужное еще. То есть его, может быть, обмана, опасаться. Здесь закрытая книга. И все-таки в негативе, да, он очень многое скрывает. Девочки, если он обещает вам кольцо, это неправда. Если он обещает, или вы думаете, да, что будет какое-то движение. Многие почему-то вишневые тона и сиренево-вишневый негатив трактуют как позитив, хотя здесь явно, что, ну, либо здесь брак прочный, всерьез, надолго, он уже есть, то есть вы можете быть людьми не свободными оба. Ну, как бы здесь не светит на самом деле. Хотелось бы сказать, что да, кольцо, конечно, все здорово. Нет, здесь очень много тайней, договоренностей. И книга, как бы, вот, как бы история, в принципе, закрыта. Здесь нет продвижения в качестве пара. А что тогда? Вот здесь заикарение, путешествие, заикарение неправильное, не позитивное, да. Но вам бояться особо не надо. Вы знаете, у вас на горизонте другой человек будет. Это другой мужчина. Совершенно. Во-первых, и по возрасту вам ближе. И более ярких энергий мужчина. Вы знаете, он придет в момент ваших переживаний, в непонимание, куда идти, но это будет светлое томление, это будет, вы знаете, даже если будете чувствовать себя не очень, у вас должно быть предвкушение, что тучи развеются, что выглянет луна из-за тучи к ночью и днем. Да, вот это все рассеется, прекрасное поле пшеничное, да, красота. Тучи приходят, набегают и уходят. Это естественные процессы. И в этом моменте у вас появится новый человек. Он придет к вам как по вызову, как вот ваша личная. Посмотрите, вот он, ваш клевер. Это знаковый человек, это мистический человек в вашей жизни. Ну, то есть не значит, что он мистический, это эфемерный какой-то, неправильно. Нет, это волшебным образом придет человек, действительно тот, которого вы ждали. И прекрасная карта, клевер этот как предвестник, волшебных событий, счастливых событий в вашей жизни. Вот тот, с кем вы общаетесь сейчас, по-моему, это четко не герой вашего романа, но не можем утверждать, потому что общий просмотр. На индивидуальный, за нюансами, на экстрасенсорный по фото прием или на просмотр на картах Таро, пожалуйста, обращайтесь индивидуально. Информация под видео. Читайте, пожалуйста, информацию и мелкими, и большими буквами, шрифтом разным, а потом только берите номер. Хорошо? Потому что не читайте, много пишите и ночью, и утром, то, что недопустимо. Естественно, такие люди оказываются в блоке. А еще я ругаюсь матом. Поэтому пусть для вас не будет удивительно, а потом удивляются, вы такая добрая в эфирах и прочее. Ребят, я же не должна быть доброй пашистой, чтобы меня на воротнике растащили. То есть делаю, что хочу. Там какая-то терпила. Многие мастеров считают такими, что все стерпят. Они же, ну как же так, как же вы с клиентами? Ребят, вот как заслуживаете. Вот так. В основном больше позитива, естественно. И быть другого не может. Поэтому с теми, с кем мы на одной, вполне welcome. Рада вас приветствовать. Ну что, солнышки мои, давайте вам возьмем совет-рекомендацию. Так, вот здесь мы видим застой, и мы видим тут же на второго человека дерево. А здесь яркость, сочность, красок, продвижение, жизненный позитив, здоровье, да, и прекрасный дом, семья. Человек будет одинок, несемейный. Вот здесь у вас дерево замерзает, зимнее, все. Тут окончание как бы, да. И переход на другого человека. Молот прекрасен телом, душой, сердцем. Молот, может быть, душевно, поймите, да, может быть, постарше, там, неважно уже возраст. Зрелый мужчина может быть, но сочных, ярких энергий. Ну, вот так, дорогие мои. Я надеюсь, что информация для вас была интересна и полезна. Вы ставите лайки, поддерживаете, да, мой канал. Благодарю вас за донаты, благодарю. Пусть ваши финансовые потоки только усиливаются и радуют вас и ваших близких. Ну, и давайте, кстати, еще рандомно возьмем совет-рекомендацию. А какой совет-рекомендации? Девочки, здесь сердечная, сердечная привязанность, любовь и самое, что ни на есть, прекрасное. Вот, пожалуйста, медитируйте. Смотрите, вот, начало и до конца, пожалуйста, можете нажать на паузу, помедитировать, просмотреть несколько раз. Пусть у вас вот этот вариант событий для вас сбывается с наилучшим, с наилучшей целью, с наилучшим, с наилучшим образом. Ну что, подписались на канал? Лайки поставили, да? На колокольчик нажали? Проверьте, пожалуйста, есть он у вас там, нет, чтобы наши новые встречи не пропустить, чтобы получать оповещения о новых видео. И до новых наших с вами видео встреч. Пока!